Доброе утро! Вечерка и как она проходит? Ну, в общем-то, говоря кратко и выражаясь просто, вечерка – это, в общем-то, дискотека 19 века. А, то есть я не ошибся, да, назвав это вечеринкой? Да, совершенно верно. То есть слово «вечеринка», оно, в общем-то, и одно, однокоренное с вечеркой, на самом деле. То есть это такая форма досуга молодежи, тогда, когда молодежь собиралась вне поста именно на вечерке. Чем вечерки отличались там от бесед от каких-нибудь? Это тем, что там могли плясать, плясать, играть как-то, увеселяться каким-то образом. Вот, в общем-то, понятное дело, что молодежь собирается сейчас и ходит где-то в какие-то клубы, может быть. Но без балалайки, правда. Без балалайки, потому что есть магнитофон. Ну да. Балалайка, гармошка, это, в общем-то, магнитофон такой 19 века. А у нас на Урале какие-то особые традиции были этих вечерок? Вечерок самих, то есть, скорее, тут речь идет о их наполнении, я думаю. Потому что сами вечерки, вообще традиции собираться на вечерке, они, конечно же, повсеместно распространены, потому что молодежь есть молодежь. Поэтому нужно общаться, нужно собираться, знакомиться, создавать семьи и так далее. Поэтому где это делать, как не на вечерке? Интересно тем, что в историческом контексте откупали избу у какой-нибудь старушки одинокой, или там за то, что там несут ей керосину, наколят дров, и, в общем-то, получали право собираться у нее, допустим. Все равно она глухая, сидите и играйте. Если речь идет про лето, то в основном собирались на улице, конечно, где-нибудь на заваленке. Вот, учитывая, что в большинстве уральских сел помосты были деревянные, могли на дворе собираться у кого-то. Особенно сейчас идет у нас троицкий период, да, то есть идет сплошная седмица после троицы. И вот как раз молодежь ходила, гуляла все это время, и, в общем-то, к одному придут на двор, сегодня у него, значит, тусуются. На второй день придут к другому, у него там гуляют. И, в общем-то, так ходили. То есть на избе висит такая табличка, закрыта на спецобслуживание, ресторан выкуплен. Правда, ты рассказываете, то есть, в принципе, то же самое, что и сейчас. Да, конечно. Мы сняли коттедж, знаешь, на сутки, на Уктусе. То же самое практически, да. То же самое, примерно, да, 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 совершенно верно. А вот какие-то особенные частушки будут исполняться у вас на вечерках, и чем они отличаются? Ну, если говорить вообще о наполнении того, что у нас будет, то, и поскольку это троица, то у нас будет много хороводов. Хороводов в этот раз. Потому что троица, это как раз период, когда водили хороводы обильно. То есть почему? Потому что, в общем-то, в традиционной культуре скоро начинается, да, страда. В общем-то, вот-вот уже начнутся, и, в общем-то, гулять будет некогда. А форма молодежи, тогда, когда собиралось много молодежи, вот они водили вот эти самые хороводы. Вот, и мы тоже будем водить наши уральские хороводы. Ну, и, естественно, там будут и пляски. А мне интересно, откуда пошла эта традиция именно вот хороводы водить? Вот не просто танцевать, а именно всем выстроиться, взявшись за руки, и вот хоровод водить? Ну, это очень сложный вопрос, откуда? Ну, в общем-то, какая-то хореографическая форма. Мне кажется, с каких-то совсем совсем древних времен. Это обряд, да? Да не совсем это обряд, это просто форма такая хореографическая. Это просто удобно ходить. Это не то, что удобно. Там, на самом деле, же огромное количество разновидностей разных хороводов. То есть там и орнаментальные хороводы, и хороводы двухчастные, там, где на быструю часть идет припляс. То есть их же огромное количество. Я знаю просто хоровод. Суть в том, что главное это то, что можно познакомиться, подойти поближе, определить, кто тебе нравится через такие формы. Слушайте, Вячеслав, а вы можете нам напеть хотя бы там небольшой куплет, и как вот на вечерках это происходит? Какую музыку, чтобы мы зрителями послушали, и вот, может быть, захотели отправиться в эти выходные на День молодежи? Раз есть инструмент, надо его использовать. Значит, 25-го числа к нам в Центр традиционной культуры, всех приглашаем. Кто не успеет 25-го числа, можно прийти 26-го числа прямо в центр города на вечерку на плотинке. На автопати. Нет, не на автопати, на вечерку на плотинке с пяти часов тоже. Так что вот. Так, ну а что, в общем-то, еще характеризуется, кстати, период Троицы тем, что молодежь с тайками такими ходила по селу туда-обратно, туда-обратно. А, кстати, а сколько продлятся гуляния? То есть вот встречаемся вечером? Два часа они продлятся, вроде по плану. Ну, посмотрим, если распяшим. А еще один вопрос, а дресс-код? Дресс-код можно прийти в любом виде абсолютно, то есть, в общем-то, мы принимаем всех, поэтому... То есть не обязательно сарафан искать? Не обязательно, да. Да, то есть, как бы, просто можно прийти в удобную одежду для себя. Самое главное, самое главное. Да, и они ходили туда-сюда и пели, так называемые, поулочные частушки или улочные частушки, или просто частушки. В общем-то, частушек тоже огромное количество, ну, сейчас что-нибудь примерно сообразим. Давайте. А слава богу, зиму прожили и лето дождались, а на веселую гуляночку все вместе собрались. Вот примерно как-то так. И вот так вот снимем. Туда, обратно. И всю дорогу. Скажите, а вот мелодия частушки, та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-та, она когда-то менялась, или вот это все-таки обязательно, что должна быть, должен быть именно такой мотив? Должен быть именно такой мотив. Но это наигрыш подгорная, и существует его множество модуляций в разных видах, в общем-то, все улочные наигрыши и так далее. Это, в общем-то, они все похожи. На самом деле тут речь идет еще и о том, что в каждом селе, вот, в общем-то, музыканты, свои талантливые музыканты, они, можно сказать, как бы под себя делали эту мелодию, поэтому у нас встречается огромное количество, огромное разнообразие разных наигрышей, под которые пели там проголосные частушки, то есть долгие частушки, под которые пели вот именно вот непосредственно сами быстрые вот такие частушки, частенькие. Вот, то есть наигрыши огромное количество. Я сейчас вот сыграл один из вариантов, на самом деле их там. Слушайте. Они могут быть, прости, пожалуйста, хочу разобраться в этом вопросе, больше, чем вот две строчки, да, вот вы сейчас что-то успели? Нет, это четверостишки. Тара-та-ра-та-та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та. Это четыре строчки. Окей, четыре строчки, но бывает, что в них какой-то сюжет долгий, да, что там целое стихотворение? Да, бывает. А вот мне еще вдруг стало интересно, музыкальных-то школ, наверное, не было на Руси? Да, совершенно верно. То есть в семье каждого учили ребенка играть на балалайке? Да, нет, это, в общем-то, кто, так скажем, от каждого по способностям, потому что если кто-то, у кого-то получалось учиться, он учился. Если у кого-то получалось лучше играть, чем у других, вот, в общем-то, он и был гармонистом там или музыкантом каким-то. То есть, понятное дело, что музыкальных школ не было, учились сами, перенимали от более опытных игроков. То есть это такая вот передача непосредственно там, ну, как все в традиционной культуре, по принципу «делай, как я». Ну вот, а про мероприятие, которое пройдет, не первый раз у вас эти вечерки проходят? Конечно. Какая тенденция среди наших горожан? Больше приходят или меньше приходят? Когда как, все же, зависит от периода. То есть сейчас лето, может быть, все разъедутся, может быть, будет не так много народу. Но тенденция у нас одна положительная, пожалуй, это то, что стало больше молодежи. О, это здорово. Друзья, если вы хотите нестандартным немножечко образом отметить Всероссийский день молодежи, то 25 июня, а это уже в субботу, отправляйтесь в Центр традиционной народной культуры Среднего Урала. Там вас ждут, там будут проходить вечерки, в хоровозе мы были. Друзья, у нас в гостях был методист по научно-практической деятельности Центра традиционной народной культуры Среднего Урала Вячеслав Печняк. Спасибо вам огромное. Друзья, прямо сейчас мы передаем слово нашим коллегам из программы «События самой важной новости» Свердловской области.